Привет! Сегодня я расскажу куда пойти учиться, чтобы получить профессию веб-дизайнер. Но для начала давайте разберемся, что это за специалист такой, ведь нет единого определения этой профессии, и каждый под веб-дизайном подразумевает что-то свое. Есть даже мнение, что веб-дизайн умер, об этом я говорил в прошлых видео. Итак, кто такой веб-дизайнер? Традиционно веб-дизайнером считается специалист, который оформляет сайты, то есть подходит к вопросу художественно, и я покажу пару примеров. Такой сайт прежде всего должен понравиться клиенту визуально, и в этом большая проблема, так как вкусы у всех разные. Очень сложно будет доказать, что ты сделал все правильно, к тому же такие сайты очень плохо переносят адаптацию для небольших устройств, например смартфонов. Чтобы сайт успешно адаптировался, надо заранее, еще на этапе концепции, разделить весь сайт на блоки и продумать, где картинки будут фоновыми изображениями, то есть обрезаться при уменьшении экрана, а где картинки с важной информацией, например баннеры. С появлением мобильного интернета идея, что сайт красивая картинка, рухнула. Современный дизайнер не может просто нарисовать картинку в фотошопе и выдать ее за сайт. Сайт — это прежде всего блоки контента, расположенные в правильном порядке. То есть современный веб-дизайнер — это проектировщик пользовательского интерфейса. Обычно это сокращают до UI. Но клиенты обычно хотят быстро и дешево, и их можно понять. Как сказал представитель клиента на защите диплома в скиллбоксе — не пытайтесь ни от кого отличиться, перенимайте лучшие практики. То есть пользовательский интерфейс не придумывают заново и не рисуют с нуля, а перенимают. Например у гугл есть огромная бесплатная библиотека всех элементов и стилей шрифтов, ссылка будет внизу. Если же в процессе создания сайта для определенных блоков нужны красивые картинки, то есть иллюстрации или иконки, их покупают в фотобанках или заказывают отдельному специалисту — иллюстратору. Сразу возникает резонный вопрос — а чем же тогда занимается дизайнер, если все есть в библиотеках и фотобанках? Современный дизайнер прежде всего проектирует пользовательский опыт. То есть фактически замещает маркетолога — нужно ли показывать скидку на первом экране, стоит ли убирать шапку сайта на странице оформления заказа, чтобы увеличить конверсию. Все это теперь решает дизайнер. Обычно его называют UX дизайнер. Но так как будущие дизайнеры не разбираются в этих тонкостях, все это в целом называют веб дизайном. Вот например курс от популярной школы веб дизайн про. И чему там учат? Правильно — основам UX. Поэтому под веб дизайнером чаще всего понимают человека, который отвечает за визуальную составляющую и за проектирование пользовательского опыта. То есть сейчас веб дизайнер и UI UX дизайнер практически одно и тоже. И есть еще фуллстэк дизайнер — это вообще выдуманная профессия по аналогии с фуллстэк программистом. Люди начали искать эту профессию, а школы придумали, что это примерно может значить, и стали обучать на фуллстэк дизайнеров. Веб дизайн до сих пор не признан официальной профессией, поэтому высшие учебные заведения на него не учат. Если вам нужно высшее образование, то придется выбирать какую-то смежную специализацию. Либо можно выбрать курсы, которые бывают онлайн и оффлайн. Давайте остановимся на каждом из этих вариантов подробнее. Вуз — это отличный выбор для тех, кто только окончил школу и хочет получить высшее образование и диплом. До сих пор почему-то считается, что человек без высшего образования не сможет хорошо устроиться в жизни и много зарабатывать. Главный плюс вуза — это фундаментальное академическое образование, закладывающее знания в разных областях. Вуз, как и школа, учит учиться. То есть даже если знания полученные в вузе не пригодятся на практике, а скорее всего так и будет, вы научитесь быстро осваивать новое. К тому же универ это 5-6 лет веселой, беззаботной студенческой жизни. Сразу хочу сказать, я много лет работал в разных студиях и дизайн агентствах. И среди моих коллег не было людей без высшего образования. Но в большинстве случаев оно было непрофильное. Ребята учились на химиков, юристов и экономистов, прежде чем нашли себя в дизайне. Минусы вуза. Первое. В дизайне никто не смотрит на твой диплом. За исключением госкомпаний, которых уже и не осталось. Чем раньше вы начнете работать в студии с реальными клиентами, тем лучше. Второе. Вузы не успевают за современными знаниями и технологиями и дают достаточно устаревшую информацию. Ученика все равно приходится переучивать на реальной работе. Это, собственно, и заложило основу популярности онлайн образования, о котором мы поговорим позже. Третье. Как я уже говорил, официально профессии веб-дизайнер нет, поэтому придется выбирать что-то смежное. И тут есть два направления — техническое и гуманитарное. Если в названии специальности есть такие слова, как «информатика» или «технологии», то это техническое высшее образование с уклоном во фронт-энд, то есть верстку и программирование. Веб-дизайн не про это. Когда-то веб-дизайнер должен был быть мастером на все руки. Он сам верстал, сам программировал и оптимизировал сайты под поисковые системы. Теперь этим занимаются отдельные специалисты, а на проектах с небольшими бюджетами, где нет денег на верстальщика, сайт делают на конструкторе вроде тильды. И тут, конечно, тоже нужен веб-дизайнер, который сможет грамотно оформить блоки, расположить их в правильном порядке, собрать имейлы для рассылки, предложить скидки и т.д. У меня высшее гуманитарное образование и обучался по специальности графический дизайн 6 лет. У нас были все базовые предметы. История, философия, психология, экономика и т.д. И более профильные. Рисунок, живопись, скульптура, типографика и полиграфия. Практически каждый день из этих 6 лет мы рисовали и писали картины. Помогло ли мне это в дальнейшей работе? Ну, может быть пару раз, когда надо было обрабатывать фотографии. Всему, что я знаю, я обучался сам и чаще всего на практике. Если у вас уже есть высшее образование или вы хотите быстро погрузиться в новую профессию, больше подойдут курсы. Все они делятся на традиционные оффлайн и современные онлайн. Яркий пример оффлайн курсов — это школа специалист при МГТУ имени Баумана. В следующем году ей исполняется 30 лет. В основном там преподают технические профессии, но есть курсы и по дизайну, и по конкретным программам. Я там изучал фотошоп. Эта школа авторизована крупными международными компаниями, и в конце обучения можно получить сертификаты 1С, Cisco, Microsoft и так далее. В моё время можно было ещё получить сертификат Adobe, подтверждающий то, что вы суперспециалист по фотошопу. Но в случае с дизайном такой сертификат говорит только о том, что вы знаете, где расположена кнопочка, но не факт, что умеете всем этим пользоваться. Это не будет большим преимуществом при поиске работы. Такая школа больше подойдёт техническим специалистам, которым нужен сертификат. Это не про дизайн. Но я не могу не рассказать о плюсах. Конечно, сейчас специалисты тоже обучают удалённо. Но, в отличие от всех остальных школ, у них нет заранее записанных занятий. В определённое время вы заходите на платформу и участвуете в уроке. Преподаватель проводит лекцию, сразу отвечая на вопросы студентов. Есть такой эмоциональный контакт, как в настоящем ВУЗе. Дальше. Для дизайнеров больше подойдёт современное онлайн-образование. Но есть одна проблема. Сейчас буквально каждый человек может организовать свою школу и не нести ни за что ответственность. Я уже не говорю об огромном количестве инфо-цыган. Пару лет назад начался бум на онлайн-образование. Всё началось с нехватки молодых недорогих специалистов с практическими навыками. Основатель скиллбокса Коропов готовил для своей студии дизайнеров. Основатель Лофтскул Чернобаев готовил для себя айтишников. Ну а Максим Спиридонов из нотологии просто брал интервью у богатых людей и имел огромное количество связей в разных бизнесах. По сути идея хорошая, ведь студии в рамках своей школы готовили специалистов для себя и давали самые передовые знания. Но со временем оказалось, что учить выгоднее, чем делать сайты. И многие студии закрылись, оставив только обучение. А курсы обросли толстым слоем маркетинга. Например, у всех школ сейчас постоянная скидка в 50 процентов, трёхчасовые рекламные вебинары и обещания трудоустройства. Кстати о нём. Чаще всего трудоустройство — это чатик в телеграме, куда репостят ссылки на вакансии и никаких гарантий никто не даёт. Это и понятно, ведь на любом курсе есть и отличники, и троечники. Но для меня очевидно, что лучших — те, кто действительно пройдёт все темы и хорошо выполнит задания, возьмут на работу. Даже если трудоустройство и не обещали. Все компании постоянно находятся в поиске новых специалистов. Даже если и не публикуют этих вакансий. Им же это выгодно. Во-первых, все школы будут давать скидку 50 процентов, очень много и абстрактно обещать и мучить вас этими бесконечными вебинарами. Но это не значит, что эти курсы плохие. Просто кто-то один начал это делать и теперь все вынуждены прибегать к этому маркетингу. Есть два основных параметра для выбора школы — это работы студентов и отзывы. Первый легко подделать. Второй тоже — не стоит доверять отзывам, особенно если они анонимны. Если отзыв с именем, с контактом, с фоткой, можно попытаться найти этого человека и узнать, подтверждает ли он свой отзыв. И обязательно надо опросить нескольких человек для объективности. Курсы как качалка. Часть людей ленится и бросает обучение на полпути, часть недовольна тем, что надо много гуглить, а кто-то пришел на курсы уже опытным специалистом. Чем больше мнений вы получите, тем лучше. Кстати о специалистах. На курсы приходят люди с совершенно разным уровнем подготовки. Недавно я смотрел защиту дипломов по специальности UX в скиллбоксе. Первым выступал парень. Я 10 лет продаю запчасти и вот решил сменить профессию. Диплом у него был не очень и его много критиковали. Следующий студент говорит, а я 10 лет занимаюсь UI UX дизайном и работаю ведущим дизайнером в Wildberries. Конечно его работа была великолепна и сооснователь скиллбокса и из попков тут же попробовал его переманить в свою студию. Теперь догадайтесь, чьи макеты будут на сайте в разделе работы студентов. Все это очень ненадежные критерии. Фактически за много денег вы покупаете кота в мешке. Тем более есть три уровня курсов. Простые курсы на одну тему, группы из простых курсов, здесь вы изучите несколько тем и самые дорогие годовые, где вы проходите несколько групп курсов. Разобраться в этом очень сложно, поэтому я предлагаю снизить риски и сравнить курсы от разных школ на специальном сайте агрегаторе. Там сразу на одном экране можно увидеть все предложения от разных школ с реальной окончательной ценой, а не какой-то абстрактной ценой в месяц. Ссылка на агрегатор будет в описании. Для начала я рекомендую выбрать из всего многообразия небольшой недорогой курс на одну тему и понять, нравится ли вам выбранная профессия и нравится ли вам обучение в конкретной школе. Брать всё и сразу, например годовой курс пусть и со скидкой не лучший вариант. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, подписывайтесь и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!